Всероссийскую просветительскую акцию «Большой этнографический диктант» поддержали в Сергиевом посаде. Площадка открылась в 10 часов утра на базе 5-й гимназии. Это добровольная акция накануне дня, единство, примирение и согласие. Сегодня планируется принять где-то около 100 человек. У нас 6 аудиторий, в каждой аудитории работают организаторы, которые прошли специальный инструктаж, которые будут помогать чувствовать себя комфортно. Перед началом диктанта необходимо получить бланки и пройти инструктаж. Возраст участников не ограничен, но в основном этнографический диктант пишут школьники. Мы приехали из шестой школы, это школа на звездочке. Мы представляем просто два класса, 10-й и 11-й. Приехали просто поучаствовать в этом диктанте ради интереса. Я думаю, что вопросы могут быть по где, какие находятся страны и у каких народов какая традиция в нашей стране. Дальше возраст, число полных лет. 11, 16 и так далее. По буква М или Ж. Ну и образование общее, среднее, среднее, специальное. Но тут в основном ученики, поэтому у вас, наверное, будет какое? Общее. Общее, да. Диктант начался в 10 утра. В течение 45 минут участникам необходимо выполнить 30 тестовых заданий. 20 вопросов едины для всей России, 10 составлены с учетом региональной специфики. Что такое этнографический диктант? Ну, по моему представлению, это диктант об этносах России, о всех народах, в которых мы тут живем, где кто проживает, какие у них особенности, как они важны, хотя на самом деле все народы важны. Валентина Соловьева уже давно окончила школу. На диктант пришла, чтобы проверить свою грамотность. Мне, например, как маме двоих детей, подрастающихся в школе, да, мне все интересно, как все это происходит, о чем это все будет, потому что в школе, когда мы учились, мы эти диктанты писали, да, но жизнь-то идет, и больше как-то не сталкивалась я с этим, мне интересно, например. Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» проходит во второй раз. В нашем районе впервые. Организатором выступает Федеральное агентство по делам национальностей. Большой этнографический диктант, ему недавно был присвоен статус международный. Он проводится 3 ноября в единый день во всех 85 регионах Российской Федерации и 11 странах СНГ. Значит, эта акция предусматривает оценку грамотности этнической населения и знания народов России. Итоги акции подведут ко Дню Конституции России 12 декабря. В нашем районе результаты будут опубликованы на сайте Управления образования Сергея Упасадского района. Полина Иноземцева, Кирилл Емельянов. Программа «События».